Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Борис Аркадьевич Горасько, заведующий отделением лучевой диагностики Одинцовской центральной районной больницы. Здравствуйте, Борис Аркадьевич! Здравствуйте, Мария! Рады видеть вас в нашей студии. Сегодня поднимаем интересную тему, поговорим о рентгеновском исследовании и обо всем, что с этим связано. Так что такое рентгеновское исследование, Борис Аркадьевич? Давайте попытаемся рассказать об этом подробно нашим телезрителям, чтобы они наконец-то расставили все точки над «и». Спасибо, что пригласили меня на беседу. Да, этот вопрос возникает очень часто. Пациенты иногда не понимают, зачем им назначается то или иное исследование, по каким причинам это назначается, что хочет увидеть врач, каких результатов достигнуть, выполнив это исследование. Поэтому, наверное, надо рассказать вообще о современных методах диагностики, основой которых является классическое рентгеновское исследование. Как продолжение развития его – это компьютерная томография. Это КТ. КТ, да. Всем известно. КТ, да, компьютерная томография. И магнитно-резонансная томография МРТ. Как бы эти методы выходят, в принципе, один из другого, часто дополняют друг друга и, в принципе, очень сильно отличающиеся друг от друга. Если мы будем брать для начала как основу классический рентген, то все мы понимаем, да, это имеется электронно-лучевая трубка, которая испускает рентгеновские лучи, которые проходят через ткани человека, задерживаясь в них по-разному. То есть, наиболее плотные ткани, такие как кость, мы потом видим на снимке более ярким. Наиболее мягкие ткани, такие как воздушные полости, легкие и так далее, мы видим более темными, это как участки просветления. Это скрининговый достаточно метод, тем более на нынешний момент. Быстрое, легкое, удобное исследование, достаточно недорогое исследование, которое способно нам показать практически всееминутно, что же происходит, например, с нашими костями, есть перелом или нет. Что происходит с нашими легкими, есть там воспаление или нет, пневмония. Что происходит с гаймеровыми пазухами, околоносовыми пазухами, есть у них воспаление или нет. То есть, такие основные вещи, чаще всего то, что назначают врачи, это исследования легких, исследования костей в травмпункте, где переломов, исследования околоносовых пазух, лор врачами. В стоматологии тоже очень широко используются этот метод. Используются широко, но сейчас, опять же, конечно, все стоматологи любят ортопантомографию, конусно-лучевую томографию, более сложные методы исследования. Как более сложный метод, как продолжение рентгеновского метода, появился метод компьютерной томографии. Это, по сути дела, тот же рентгеновский аппарат, где трубка вращается вокруг пациента. За счет этого мы получаем, путем очень сложных математических преобразований, вычислений, картинку уже в цифровом виде. И она получается посрезово. То есть, мы можем человека, по сути дела, получить прижизненные его срезы, его тело в аксиальных проекциях. Это я кожеткой пока объясняю. И третий метод, который тоже появился сравнительно недавно всего, в общем-то, в конце 20 века, это метод магнитно-резонансной томографии. Как таковой, он не имеет к рентгеновским методам исследования никакого отношения. Это не лучевой метод исследования. Это метод, основанный на том, что в магнитном поле атомы водорода, которых очень много в нашем организме, способны изменять направление своих спинов. То есть, если мы с вами состоим на 80% из воды, то именно мягкие ткани очень хорошо будут видны на магнитно-резонансном томографе. Это будет максимально метод выбора для исследования головного мозга, спинного мозга, мягких тканей, органов брюшной, полости органов малого таза. Это очень высокое качество и очень высокие результаты и показатели. Борис Аркадьевич, так может быть, стоит все методы упростить и оставить одно МРТ? Если, ну, можно часто это слышать от докторов, когда они говорят, лучше сделайте МРТ, все сразу станет видно. А что сразу станет видно? Бесспорно. Если бы мы смогли поставить в одной больнице 20 аппаратов МРТ, найти такое количество сотрудников, врачей, профессионалов, которые могли бы правильно трактовать эти результаты, такое количество рентгенолаборантов, наверное, это было бы здорово, что каждый пациент, который приходит в больницу, его бы укладывали в аппарат, делали ему сканирование от, как у нас говорится, шапок до пяток. И получали какие-то результаты. Но вы знаете, в мировой практике уже поняли, что это тупиковая ветвь развития диагностики. Так делать не надо. Не нужно. Не нужно, абсолютно. Исследование нужно выполнять строго по показаниям. После обследования лечащим врачом, после лабораторных всевозможных методов диагностики и конкретно нужного органа. Потому что временные затраты, материальные затраты неспоставимы с теми результатами, которые мы с вами получим при исследовании всего тела. Это совершенно не нужно делать. То же самое можно и сказать про компьютерную томографию. Сейчас многие считают, что лучше я сделаю себе компьютерную томографию легких, чем я пойду на какую-то рентген, на какую-то флюорографию и буду делать исследование там. Это совершенно неправильный подход. Но потом даже по длительности. Одно тела флюорографии – это буквально считанные минуты. Ну, в общем-то, сейчас у нас по нормативам 5 минут оплодится на одного пациента. Исследование выполняется очень быстро, и результат происходит, получается, тут же, моментально. Мы можем оценить легкие и сказать, что человек здоров, и может дальше спокойно жить и радоваться. Если же мы подозреваем какую-то патологию, вот только тогда, то есть, по сути дела, это будет, может быть, у одного человека из 100, мы его отправим на компьютерную томографию и уже попробуем как-то расшифровать, углубиться в эту проблему и понять, что это такое. Но это будет именно, я повторяю, у одного человека из 100. Остальные 99 человек спокойно могут жить дальше и не подвергать себя очень такому еще важному аспекту – это лучевой нагрузки, про которую все люди забывают. Но ведь она существует, она есть. Мы же понимаем, что ионизирующее излучение существует вокруг нас везде. И от земной коры, и космическое облучение, и облучение от стройматериалов – это все на свете. И если мы будем нагружать наш организм еще дополнительным, никому не нужным облучением, пользы это никакой не принесет. А вот если говорить о вреде, то какой вред может принести частые снимки КТ или рентгена? И вообще вредны ли они настолько? Давайте исходить из того, что, во-первых, существуют определенные нормы, которые мы можем получить. В год человек здоровый, который просто проходит профилактические обследования, может получить не более 1 млз. Это вот доза свою, которая ему как бы положена. В течение 5 лет он должен получить не более 5 млз. То есть это одно исследование в год? Нет. Ну, одна, например, флюорография – это 0,15 млз. Но мы делаем, опять же, скидку на то, что нам нужно выполнить не более одной флюорографии в 2 года, 1 раз в 2 года, у здорового человека при профилактических осмотрах. Для больных людей, для пациентов, для людей, которые страдают заболеваниями, норм таких не существует. Существует единственное показание – это диагноз и диагностическая ценность. Если диагностическая ценность превышает все остальное, то нас уже не волнует ни доза облучения, ни то, что он там получит, ни последствия. Главное – диагностическая ценность и спасение его жизни. Вот это важно. Но это именно у пациентов, которые страдают сложными, тяжелыми заболеваниями, для диагности которых нам приходится выполнять неоднократные исследования. То есть, ну, понятно, если человек лежит в реанимации, то никто не будет считать ему эти рентгеновские дозы, дозы излучения. Ну, естественно, нужна картина здесь и сейчас. Да, нужна картина для того, чтобы правильно оценить лечение, для того, чтобы правильно поставить диагноз, для того, чтобы просто вылечить человека. Вот это самое главное, основное. При КТ лучевая нагрузка, конечно же, выше, чем при рентгеновских исследованиях, при флюорографии, причем выше она в разы. То есть, на современном мультиспиральном компьютерном томографе лучевая нагрузка, например, при исследовании головного мозга, человек составляет где-то 3,5 милизиверта. То есть, одно исследование уже, получается, превышает разовую годовую нагрузку, норму. Да, да. Если мы говорим про исследование органов брюшной полости, то там нагрузка еще выше, потому что исследование, ну, во-первых, все равно, понимаете, гораздо больше по объему, и оно многофазное, сложное. Это уже будем уходить где-то к 20-30 милизивертам. Поэтому я всегда призываю врачей, терапевтов, хирургов, прежде чем назначить компьютерную томографию, постараться выполнить дополнительные методы всевозможные. Может быть, а бывают такие случаи, когда, ну, в принципе, назначенное КТ или МРТ, ну, не оправдало свое. То есть, в принципе, оно было лишним. Достаточно часто это происходит, и узнаем мы это чаще всего постфактум, потому что сложно спорить с лечащим доктором. Он же хочет тоже, как бы, добра своему пациенту, хочет его вылечить, хочет поставить диагноз. И когда ты объясняешь ему, что, ну, может быть, давайте попробуем водиться более щадящими методами, сделать ему хотя бы УЗИ. Давайте начнем с этого. Нет, мы будем делать компьютерную томографию, только это может ответить на все наши вопросы, и больше ничего не поможет. То есть, ну, получается, что здесь, вот в этом вопросе, в этом моменте пациенты тоже должны проявлять внимательность, да? То есть, если даже врач назначает, а я знаю, что есть такие случаи, когда пациенты просто просят и, ну, буквально вымаливают врача назначить им КТ или МРТ, а теперь в Одинцовской ЦРБ, КТ работает в круглосуточном режиме, так, в общем-то, почему бы и не воспользоваться им? То есть, чтобы они помнили о целесообразности и о том вреде, который в том числе при проведении исследования организму будет нанесен. Совершенно верно. От этого никуда не деться. Но в нашей больнице на этот случай разработано очень хорошее, так называемое, информированное согласие пациента. Перед каждым исследованием мы даем пациенту почитать. Это, в принципе, целый лист информации формата А4, в котором расписаны все возможные опасности, последствия проведенного исследования, плюс исследования с контрастным веществом. Расписано все очень подробно. Пациент прочитает. Это написано доступным общечащим языком, не медицинским. Прочитав, он может сделать свой выбор, рассказать, хочу я делать это или нет. Причем сейчас, вы знаете, видимо, информационное поле как-то расширилось у людей. Все чаще и чаще бывают такие моменты, когда люди действительно, прочитав информационные согласия, говорят, нет, я не буду делать исследования, я обойдусь сейчас, например, другим каким-то методом, более щадящим. Я считаю, что это правильно. Это нужно. То, что касается МРТ, насколько оно вредно? По поводу МРТ сказать пока очень сложно, поскольку этот метод очень молод. Наверное, если у меня выпадут волосы рано или поздно, мы поймем, что этот метод вредный. Но это достаточно мощное электромагнитное излучение. Поэтому считается, что тоже лишний раз делать его не стоит. То есть, всегда лучше ко всему подходить дозированно и в том числе к исследованию магнитной изоносной томографии. Не чистить, не увлекаться, делать строго по назначению и по показаниям. Обязательно после консультации лечащего врача, невролога, хирурга, терапевта, только после этого ни в коем случае не назначать, как вы сами сказали, себе исследование самостоятельно. Потому что это абсолютно неправильное решение. Борис Аркадьевич, вы уже сказали о том, что КТ может проводиться с использованием контрастного вещества. Что это такое, в каких случаях назначает и как контрастное вещество влияет на ту или иную картину? Сейчас мы активно работаем с контрастным веществом. Очень активно. Это йод, содержащее контрастное вещество. Препараты современные у нас используются в больнице, только самые лучшие. Неионные контрастные вещества. Они в принципе не вызывают никаких аллергических реакций, в отличие от тех контрастных препаратов, которые были раньше использованы в френдинологии классической. Зачем вообще мы вводим контрастное вещество? Что это такое? Контрастное вещество вводится в кровь. Введение осуществляется в вену, чаще всего в кубитальную локтевой сгиб. В этом месте мы устанавливаем внутривенный катетер. И болюсно, с помощью специального шприца-инжектора, с большой скоростью, под большим давлением, мы вводим достаточно большое количество, около 100 мл внутривенно-контрастного вещества. В это время, соответственно, контрастное вещество диффундирует вместе с кровью и заполняет практически все сосуды и весь организм. Для чего мы делаем в основном? Для, прежде всего, дифференцировки опухолевых образований. Что такое опухоль? Опухоль – это всегда богато воскулиризированное образование. То есть оно очень густо пропитано сосудистой сетью. Любая опухоль очень любит питаться. Ей нужно активное кровоснабжение. Именно для того, чтобы понять, что это такое, тиста ли это, опухоль ли это, мы вводим контрастное вещество. Тиста, как пустой место, пузырек, никогда не накопит контраст, потому что в ней нет сосудов. Опухоль, мы видим ярким, она загорается, горит ярким цветом, мы ее видим, она видна очень хорошо. По поводу контраста на КТ, именно на компьютерной томографии, очень важно, мы всегда спрашиваем, поскольку выводится в основном контраст вещество с почками, с почками, с мочой, мы обязательно спрашиваем функцию почек в этот момент, как работают у пациента почки. Одним из признаков анализов оказания уровня фильтрации – это кретинин. Поэтому к нам пациенты приходят с анализом биохимии, мы смотрим уровень кретинина почек, оцениваем его, и только после этого вводим контрастное вещество для того, чтобы не было никаких осложнений, связанных именно с почечной недостаточностью. Иногда, конечно, у пациентов возникают так называемые псевдоаллергические или токсические реакции на контрастное вещество. Поскольку контрастное вещество – большое количество, 100 мл, может быть тошнота, реже – рвота, совсем редко, когда люди теряют сознание, им приходится оказывать противошоковое мероприятие. Но сейчас у нас, руководство нашей больницы идет там навстречу, закупается только самое лучшее контрастное вещество. Проблем никаких чаще всего не бывает. Все держится под контролем. Контрастное вещество также используется и на МРТ, в магнитно-резонансной томографии. Но там немножко другое. Принцип тот же, то, что в контрасте все смешивается с кровью и дальше проходит по органам и тканям. Но там контрастное вещество на основе так называемого долиния препаратов железа. Поскольку МРТ сам чувствительный именно к металлу и парамагнетикам. Там идет гораздо меньшее, там всего 15 мл контрастного вещества вводится внутривенно. И, во всяком случае, я ни разу не встречал реакции на контраст на МРТ. И осложнений там практически никак не бывает. Там все проходит гораздо более гладко и безболезненно. Борис Аркадьевич, Вы, как заведующий отделением лучевой диагностики, что бы Вы порекомендовали тем пациентам, которые уже прошли подобные исследования, есть ли какой-то перечень продуктов, напитков, которые стоит употреблять после, может быть, до того же и после проведения подобных исследований, чтобы как-то вывести из организма те вредные вещества, которые были получены вместе с облучением. Да. Ну, существуют основные такие принципы. Во-первых, это соки с мякотью, которые богаты пектином, чтобы они выводили именно все эти сложные и вредные вещества. Второе – это сок гранатовый и сок красного винограда. Соответственно, сок красного винограда, очень многие спрашивают и любят это дело, как производный сок красного винограда, это красное вино, которое тоже очень помогает. И пациенты сейчас, про скобку, говорят, мне выпить бутылочку. Одну или две его нет. Знаете, вы сдержите. Хватит, да. Ну, в пределах одной сегодня, и все будет хорошо. Вот эти продукты очень хорошо способствуют выведению. Есть еще одно исследование, маммография. Вот как оно проводится, в какие сроки, сколько раз в год, или с какой периодичностью необходимо проводить данное исследование, и как оно влияет, и какую картину оно показывает. Да. Значит, в нашем отделении работает кабинет маммографии, который активно ведет прием женщин нашего района. У нас хороший достаточно маммограф, хорошие очень результаты. Работает врач, очень хороший специалист в кабинете. Лаборанты тоже девочки молодцы. Исследование выполняется тоже строго по показаниям. Значит, в профилактических целях мы его делаем с вами после 40 лет, считается так, один раз в два года. После 45-50 лет уже делается один раз в год. Соответственно, до 40 лет, конечно, ну, это как бы для женщины дитородный этот период, лучше все-таки обойтись методом УЗИ. Ну, считается так, что он более безопасен, щадящий. Само собой. Если на УЗИ что-то заподозрили, если возникает какой-то вопрос, и вам там образно, в 38 лет назначают маммографию, не надо ждать 40 лет. Надо идти выполнять это исследование обязательно. Маммографический метод, он очень информативен. Он дает очень хорошие результаты. И вот, как ни странно, да, наука развивается, движется вперед, а маммография, как была, так и остается. Потому что, опять же, метод быстрый, метод очень качественный, и, главное, очень наглядный. На снимке мы можем дифференцировать очень четко вид образования, количество этих образований. Сейчас мы уже работаем по международной, так называемой, системе Байратс, по шкале Байратс, в которой мы указываем именно характер данного образования по определенной международной классификации. Это сделано для чего? Для того, чтобы любой врач, хоть у нас в стране, хоть за границей, мы, если написали по нашей шкале сколько баллов, оцениваем, на сколько баллов данные исследования, любой врач сможет понять уже это как бы на таком международном языке. Не совсем давно мы перешли на эту систему, но сейчас вот уже работаем, мы очень четко активно используем, активно работаем. Борис Аркадьевич, как попасть на исследование, какие необходимы документы на то или иное исследование, и принимаете ли вы пациентов из других лечебных учреждений, или все-таки только лишь прикрепленное к вам население? Это коварный вопрос, я не буду на него отвечать, но вообще наша больница и в том числе амбулаторное поликлиническое подразделение работает в основном по системе так называемой «врач-врач». Уже несколько лет мы по большому счету ликвидировали вот эти вот очереди. Если еще 3-4 года назад в поликлинике можно было зайти и увидеть огромную толпу под дверью кабинета маммографии, под дверью кабинета хлорографии, это было ужасно, я помню, по 30-40 человек, которые чуть не дрались между собой, сейчас идет четкая электронная запись. Запись сделана так. Доктор, который ведет прием пациента, терапевт или хирург, открывает, соответственно, наше расписание и вносит этого пациента в список. Все. Пациент приходит к своему времени без очереди, без ничего. Подходит, ему делают исследование, и он уходит довольный и счастливый. Это действительно очень важно, я вот прямо доволен, что это произошло. Мы полностью ликвидировали все вот эти вот проблемы, стычки и так далее. Такая же методика у нас используется на флюрографии. Точно так же идет электронная запись, система ЕМИАС, система врач-врач. Врач, очереди тоже нету, работаем с утра до вечера, и маммография, и флюрография. У КТ работают в круглосуточно? У КТ у нас работают в стационаре, а все-таки флюрографические, и маммографические, методисленные, методисленные амбулаторные, они работают в поликлиниках, поэтому они работают две смены с 8 утра до 8 вечера. Но все-таки вот перевод КТ в приемный покой, в стационар, он во многом снял остроту и напряжение, то есть и во многом помог, потому что здесь и сейчас можно, в общем-то, на сегодняшний день полностью пройти основное исследование буквально за несколько часов. Абсолютно. Это дает очень большую помощь в диагностике. Я вот не побоюсь даже сказать, что, наверное, ни в одном лечебном учреждении, но во всяком случае нашего района, такого нету. Круглосуточно, любое время человек, который поступает по неотложным показаниям, инсульты, инфаркты головного мозга, сразу же ему выполняется исследование, буквально, как это сказать, с колес, и в течение там 10-15 минут мы уже имеем полностью диагноз и возможность дальше его лечить, потому что это основной момент при поступлении пациента, что с ним случилось вот именно сейчас. А чаще всего при инсультах мы должны дифференцировать, что это геморрагический инсульт, ишемический инсульт, это абсолютно разная тактика лечения, это абсолютно разный подход к больному. И мы очень помогаем в этом, я надеюсь, что клиницисты это оценивают. У нас работают очень хорошие специалисты, очень хорошие доктора, буквально я горжусь всеми ими. Отличная команда, Борис Аркадьевич. Хоть вы и уклонились от ответа на мой вопрос, но мне все-таки хочется к нему вернуться. На базе Одинцовской центральной работы открыт консультационно-диагностический центр. Могут ли пациенты, которые не прикреплены к больнице, могут ли они обратиться за помощью к вашим специалистам, пройти те или иные исследования, и что для этого нужно? Мы никому не отказываем. Но дело в том, что это сегодня очень просто. Если они обратились в консультационный этот центр, они, по сути дела, уже прикрепились к нашей поликлинике. Поэтому дальше все в их руках. Они могут пойти и получить любой вид обследования, как прикрепленный контингент. Но сейчас все чаще и чаще прикрепляются именно к нашей больнице и именно к нашим поликлиникам. Ну, потому что и база, и специалисты, и условия. Самое главное, и время работы, понимаете. Я, как еще и внештатный главный специалист нашего района по рентинологии, могу сказать так, что в 4-5 часов вечера сделать рентин, где-то кроме ЦРБ, практически невозможно. Да что в 4-4? В 3 часа уже вы не сделаете нигде рентин, куда бы вы ни поехали. Только в Одинцовской ЦРБ. Здесь работает все от и до. Спасибо, Борис Аркадьевич, за интересную беседу. Спасибо, что были сегодня с нами. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.